Украина готовится к играм непобежденных. Это международные соревнования. Участники – ветераны боевых действий. Кандидаты – бойцы, получившие травмы, защищая родину. Собирают команду по всем регионам страны. Очередной этап отбора прошел в Киеве. Непобежденные на поле боя снова выходят на битву. Теперь на спортивную. Эти бойцы вернулись с передовой. Большинство с травмами. В Киеве они сдают тест на физподготовку. Это один из этапов отбора для участия в международных Invictus Games, которые пройдут в Канаде. Вадим участвует в забеге на 30 метров. В зоне АТО потерял кисти рук и обе ступни. В феврале 2015 попал в дебальцевский котел. Была такая вначале цель, если я хочу хорошо ходить, то чтобы бегать. Когда я уже начал бегать, меня американские реабилитологи этим учили, то мне предложили вначале тренироваться тяжело, чтобы принять участие в марафоне морской пехоты США на 10 километров. В своей категории я был первый часа шесть минут. Александр хочет представлять родную страну в плавании не только в Канаде, но и на главных международных спортивных стартах. Примером для бойца стали паралимпийцы. С ними проходил реабилитацию в одном центре после ранения. Александр переехал вражеский танк. У меня были тяжелые травмы. Сначала я вообще сомневался, что выживу. Потом говорили, что не смогу ходить. Я хочу доказать всем, что можно не только ходить. На соревнованиях Украины поборются за первенство в шести направлениях из 12. Атлетики, плавания, стрельбе из лука, велоспорте, гребли на тренажере и пауэрлифтинге. Организаторы допускают также участие в волейболе, сидя и экстремальном вождении. Результатами я очень доволен. Даже люди первый раз увидели тренажер, как бы имитация гребли на воде, академической гребли. Люди показывают характер, приходят, грубо говоря, с протезами и показывают цифры. Неплохие шансы на минуте. Получается, на нашей дисциплине минута и 4 минута. На минуте неплохие шансы, а 4 минуты, конечно, надо потренироваться. В первом заплыве был и с 50 метров полным стилем за 29 секунд. Это довольно-таки очень приличный результат. Это результат разрядника плавца. 175 украинских героев уже подали заявки на участие в Играх непобежденных. 28 военных прошли тестирование во Львове. В Киеве показали физподготовку 76 человек. Следующий старт в Одессе 4 февраля. Для всех нас это новый опыт и вызов. Но ради того, чтобы видеть мужественные лица тех, кто принял для себя новый вызов, ради того, чтобы видеть вдохновленные лица их семей, мы будем и дальше работать над реализацией этого проекта на этот год. И надеемся, что украинская команда и дальше сможет принимать участие в этих соревнованиях. Эти игры основал принц Уэльский. В 2014 году прошли впервые. Потом в 2016 их провели в Орландии. И третьи будут в Торонто. Министерство обороны Украины получило приглашение принять участие. Заветных мест на международные старты всего 15. За них спортсмены будут бороться в марте в финале национального отбора. В июне свои силы попробуют на товарищеской встрече с Эстонией или Грузией. С 23 по 30 сентября украинские герои будут сражаться за первенство в Торонто.